Любите ли вы Алена Делона? Хотели бы побывать в его поместье? Есть ли у вас на это 500 евро? И если на все три вопроса вы ответили утвердительно, то вы легко можете стать жертвой нового вида мошенничества? Не успел Антони лишь пару дней назад еще только выразить мысль о возможности создания в поместье души музея Алена Делона? Отец никогда не говорил о том, что он был бы против создания в поместье какого-то публичного места. Напротив, как мы с вами знаем, однажды именно здесь, прямо на территории нашего поместья души, он организовал чемпионат мира по боксу, так что это уже было публичным мероприятием. Смотрите, я бываю в душе два-три раза в неделю, часто вместе со своими дочерми, потому что для меня, для нас это очень важно. Так что посмотрим, что там дальше будет. Ничего нельзя ни обещать, ни гарантировать, ведь все вы знаете, я ведь не один ребенок в семье, нас там трое детей. Но что касается лично меня, то на мой взгляд, это составило бы для отца удовольствие превращение этого поместья в музей. Посмотреть полностью это интервью можно по ссылке в первом комментарии, а легко узнать вот по этой обложке. Итак, не успел Антони лишь только высказаться о том, что идея создания музея на территории поместья наверняка понравилась бы его отцу, Алену Делону, как в сети уже появились мошенники и аферисты, которые предлагают зажиточным поклонникам и поклонницам Алену Делона приватную экскурсию по поместью души с дегустацией вина из подвалов самурая и с очень привлекательным бонусом – посещением могилы Алену Делона в его личном мавзолее, который еще никто не видел. Сколько стоит все удовольствие, спросите вы? Сущую мелочь, всего-то каких-то 500 евро сноса. И желающие тут же нашлись. Вот что рассказывает Антони Делон. Бонжур всем! Короче, я хочу взять сегодня слово, потому что я думаю, тут возникла одна крупная проблема. Серьезная проблема, легко могущая превратиться в драму для многих из вас. Эта проблема сродни той, что уже затронула моего приятеля Флорана несколько месяцев тому назад. И это мошенничество. Настоящее мошенничество. Вуаля! Я должен объяснить. В сентябре один умный парень создал на Фейсбуке страницу, которую назвал моим именем Антони Делон. И разумеется, что все, что он натворил, не может не затрагивать и меня. Проблема сегодня вовсе не в том, что этот фальшивый Антони Делон, в кавычках, набрал уже около 8 тысяч подписчиков. Но это еще далеко не самое серьезное. А что серьезно, так это то, что в последнее время, в эти последние несколько месяцев, он успел облапошить нескольких людей, с которыми общался сначала через мессенджер, а затем дал им свой номер в телеграм. И он преуспел в том, что уже получил от этих нескольких людей по 500 евро с каждого, за то, что он приедет и встретится с ними. Ну то есть, это якобы я приеду и встречусь с ними, здесь в душе. И организую приватную экскурсию по нашему поместью с посещением могилы отца. Так что все это довольно серьезно, и все эти люди, которые заплатили ему эти деньги, стали жертвами мошенничества. И с утра в понедельник я пойду в полицию, чтобы подать свою жалобу на все это. Но вы все должны знать, что эта страничка в Facebook не моя. Она не принадлежит мне. У меня вообще нет никакого Facebook. Вот так, чтобы вы все сегодня знали. У меня нет и никогда не было никакого Facebook. У меня только Instagram, и на этом конец. Так что, безусловно, если вы стали жертвой такого мошенничества, вы должны подать свою жалобу соответствующие органы власти, которые занимаются всем этим. Я очень сожалею, что так все случилось. Мне очень жаль всех этих людей, кто по доброте душевной попался на эту удочку. И чтобы можно было поскорее найти и поймать этого мошенника, у всех, у кого есть своя страница на Facebook, сообщите об этом. Спасибо, что вы выслушали меня. И прежде всего, будьте очень осторожны. Ну, я решил откликнуться на просьбу Антонии и проверить, что же там за страница. И действительно, еще пока не заблокировано, такая страница действительно есть. Хотя там всяких Антони Делонов тоже немало. И действительно, у него около 8700 подписчиков. И в комментариях люди пишут, например, вот здесь. Остерегайтесь фейкового аккаунта. Он публикует разные фото и видео Антонии, чтобы создать у людей впечатление, что они действительно имеют дело с настоящим Антони Делоном. И любопытно, что вот эта публикация как раз и посвящена тому фестивалю в Леоне, где Антони впервые озвучил, как говорят в России, идею о создании в душе музея Алена Делона. Лубо там показывает, вот видите. Ну, в общем, все, чтобы создать впечатление подлинности. Так что неудивительно, что люди и клюнули. Вот даже поздравил сам себя с днем рождения. Хотя сам Антони не делал этого. Такую себе речь написал, молодец. И любопытно, что страница создана совсем недавно. 9 сентября этого года. То есть всего месяц назад, но уже после кончины самурая. И за это время набрал 8 тысяч подписчиков. Вот как вы видите, тут есть такая рубрика «Пожаловаться на страницу». Но я не очень понял, как ею пользоваться и кого там надо вписать вот здесь. Раз у Антони нет аккаунта в Фейсбуке. Трудно тут сказать. В общем, ну может вы получше меня разбираетесь с этим и поможете Антону. Поэтому я решил тут перейти на рубрику «Отзывы» и сделал свой отзыв о том, что я не рекомендую эту страничку. И если вы сделаете то же самое, что и я, то думаю, что вместе мы поможем Антонии, ну хотя бы в этом. Всем вам большое спасибо за эту помощь и до новых встреч. Беспощадная война, вспыхнувшая в клане Делонов, разгорается с каждым новым днем. Все поклонники Алены Делона с большой тревогой следят за развитием событий только на нашем канале, где вышло уже с десяток ошеломительных видеовыпусков. И все подробности о том, что же там по правде происходит и за что воюют Делоны, знают все подписчики нашего канала. А если вы пока еще не в их числе, то сейчас самое время это сделать. И не забудьте включить колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши самые интересные новинки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok